А, да, 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 я чтобы не было параллельно это, то есть сдал, выключил микрофон, чтобы не было параллельно, то есть давайте, друзья, как бы это, это была моя давняя мечта поставить эту песню, я давно ее, ну, вроде как к вебинарам она просто помимо того, что технико-экономические вебинары, а сейчас мы это с Алексеем делаем, это гимн нашей международной ассоциации практикующей футурологии, вот, именно слова, которые там есть, вот вздумайтесь в каждое слово, которое есть. И вот там Алексей, если вот сейчас ролик поставить, там буквально в первые 10 секунд он садится в наш фактически юнибайк, и вот следующий кадр, вот сейчас посмотрите, вот он, видите, это что, друзья, это же не что иное, как наш юнибайк, перемещение, вот, в будущем и так далее, и вообще, кто помнит этот фильм, вот, там этот милофон, так сказать, еще, вот, поэтому все слова, которые есть, вот, которые есть, не зря же вы писали, что и мурашки по коже, все, мне эта песня всегда была одна, у меня даже на телефоне как мелодия стоит, вот, и вопрос в чем, что голос спрашивает строго из будущего, а что сегодня, что для завтра сделал ты, ведь это, друзья, как раз вот и есть, то, что занимается практикующая футурология, что мы сегодня делаем, то, что мы сегодня с вами делаем, эко-технопарк мы с вами создаем сегодня, систему, мы сегодня работаем над тем, что будет создаваться завтра, и это завтра, это прекрасное далекое. Когда нас сегодня пугают, и я общаюсь сегодня, особенно сейчас, и все готовится к выборам, там, по-моему, ощущение, что все эти кандидаты в депутаты, или вообще непонятно во что, вот, их задача сегодня напугать как можно сильнее, или рассказать о том, какое наше будущее ждет как можно хуже, вот, соответственно, чтобы все боялись и готовились, не знаю, там, по-моему, у нас сценарий сегодня только один, это все будем со всеми воевать, вот, и когда я задаю вопрос, общаюсь, ребята, у вас другие варианты есть? Они говорят, нет, я говорю, ну, ладно, у нас есть, мы не собираемся ни с кем воевать, мы не собираемся ни у кого ничего отбирать, мы собираемся создавать, мы объединяем мир, мы создаем будущее, вот, и возьмите все плакаты, которые сегодня висят в конструкторском бюро, под каждым юнибусом, юнибайком, опорой, все, везде за подписью ЮНИВСК написано, мы создаем будущее, мы ничего не разрушаем, мы ни у кого ничего не отбираем, мы ни у кого ничего не делаем, мы делаем абсолютно новую вещь, и это востребовано, это нужно каждому, и, соответственно, на сегодняшний момент, почему, вот, я сейчас еще возьму, когда начал искать эту песню, почему, очень интересно, я посмотрел, в скольких она исполняется исполнительными вариантами, сколько роликов, так я думаю, что нам с вами, друзья, на полгода хватит, чтобы на каждом вебинаре под эту песню было что-то новое, вот, а потом, я думаю, что мы ее еще обязательно на нашем фестивале попросим исполнить кого-нибудь, ну, тут Женя Кудряшов обещал, он дружит с Мишей Турецким, так сказать, попросил, что Миша Турецкий, чтобы спел своим хором, так сказать, может быть, еще кого-нибудь из уважаемых людей, вот, так, чтобы это было действительно от души, вот, поэтому это тоже то, что развивается, делается, и сегодня для нас, как практикующих футурологов, а я считаю, что все, кто приходят сегодня в нашу компанию, они уже практикующие футурологи, потому что они своими руками, с их участием начинает создаваться будущее, начинается создавать, соответственно, то, что для всех станет реальностью только через какое-то время, и здесь очень важный вопрос, для нас очень важно, что мы не боимся, и мы не думаем, и о том, что будущее, которое будет, оно будет страшным, вот, меня очень долго пугали, что когда начинается, когда будет интернет развиваться, все, всем будут чип в башку вшивать, там, еще что-нибудь будет, друзья, все пришло к тому, что у всех в руке смартфоны, оказывается, это самое удобное, и чип в башке-то никому не нужен, вот, сегодня, тут спрашивали про, вот, про часы, то есть это самсунговский гаджет, то есть, который там самостоятельно, или часы связан, почему я всегда, ну, как только они появились, привыкаю и всех приучаю сегодня к часам, потому что часы, это будет основное взаимодействие ваше с вашим юнибайком, который будет вашим mobile personal space, то есть, мобильное передвижное пространство, вы будете в нем перемещаться из любой точки мира в любую точку мира, соответственно, через связь, ну, как мы это назвали, девайзер или скай-дебайзер, то есть, это универсальное информационное пространство, которое будет у вас на руке, и, соответственно, это будет и паспорт, и платежная система, и карточки, и связь с внешним миром, и так далее, и так далее. Это тоже, друзья, из нескольких миров футурологии, но, опять, зачем же для этого вшивать чип в башку, или там, еще куда-то, и говорить, что я должен стать каким-то там полуроботом, полу каким-то, так сказать, достаточно одеть часы на руку, на руку, которые без отпечатка пальцев просто нельзя снять, поэтому единственный момент это, ну, отрезать его там, или эти часы там рвать, ну, это, друзья, уже никто не застрахован от таких проявлений, ну, скажем, там, бандитизма или насилия, для этого существуют другие формы ограничений в обществе, поэтому мы здесь, друзья, как раз сегодня создаем, и когда меня спрашивают про будущее, которое мы описываем как футурологи, я могу сказать, мне это будущее очень нравится, я хочу жить в этом будущем, это очень серьезное освоение новых территорий, это большое расселение на очень экологически чистых просторах, когда у каждой семьи будет, там, вот сейчас вот этот гектар по Дальнему Востоку ковыряется, там наши деятели сначала пообещали, потом сделали какой-то абсолютно урезанный, кастрированный закон, который никому ничего не дает, сейчас спохватились, говорят, да нет, в общем-то, в семнадцатом году мы все-таки что-то кому-то будем давать, вот, хотя, в принципе, логика была такая, берите, кто хочет, но только осваивайте этот вопрос, и вы помните, у нас был целый проект, что, ребята, мы со Skyway можем взять, потому что мы эту землю можем сделать уже очень комфортной для проживания через новые транспортные коммуникации через Skyway, но нам что сказали, что, там, давать нельзя, строить никому ничего нельзя, передавать в управление никому ничего нельзя, соответственно, вот, можете только там взять и сами лично там жить, соответственно, но при этом ограничение, что там нет никакой инфраструктуры, там нет никаких дорог, никакого электричества, поэтому, что хотите, то и делайте, вот, то есть, это вот чисто по вот этому, я бы назвал русскому, или это подходу, у меня язык не повернется, потому что в свое время, когда Столыпин делал переселение, и он платил за тем людям, которые переезжали и давал все условия, то более двух миллионов семей переехало по этой программе, и Сибирь таким образом осваивалась, то есть, это правильный подход, а когда говорят, что мы вам ничего не дадим, у вас еще заберем, если вы что-то создадите, но выезжайте туда, на Дальний Восток, вот, соответственно, ну, это, друзья, уже кроме как савдеповский подход, то есть, мы за вас решили, и вы будете делать, вот, соответственно, тут называется ни себе, ни людям, абсолютно правильно, и я говорю, когда они издали, вот, я, других слов у меня нет, укастрированный этот закон, который вышел, мы его ждали, год мы смотрели, общались, так сказать, это, но когда они дали и сказали, что все, только пять районов, которые мы определили, и только определенным категориям людей мы можем выдать эту землю, но есть вопрос, а почему они сегодня ее не берут? Потому что она никому не нужна, и вот они сделали, потом спохватились, ну, потому что над ними посмеялись, сказали, ребята, у вас все как всегда, как говорил Виктор Степан Черномырдин, знаете, какую бы вы партию ни делали, вы всегда получите КПСС, и с другой стороны, что бы вы ни делали, хотели как лучше, получится, как всегда. Вот у них получилось, как всегда, то есть никому не нужное, непонятное действие, то есть все прокукарекали на высшем уровне, сказали, что мы будем развивать Дальний Восток, но при этом выпустили абсолютно не работающий, никому не нужный документ. Соответственно, сейчас после критики, потому что все после того, как задали вопрос, сказали, ребята, а вы что хотели-то этим законам дать, или вы что хотели получить? Соответственно, после этого спохватились, но теперь начали каким-то образом дорабатывать. При этом мы общаемся сегодня и с людьми, которые работают и отвечают за развитие Дальнего Востока, нового министерства, мы продолжаем говорить, ребята, если вы хотите стратегию развития Дальнего Востока, она у нас есть, если вы хотите полностью концепцию, что как надо развивать, мы вам можем это предложить, если вы сами не знаете. Но единственное, друзья, я задаю вопрос, как вы собираетесь осваивать без новой инфраструктуры? А новая инфраструктура это Skyway. Если вы в это не верите или нет, то подождите еще полгода, через полгода мы вам покажем. Если вы технически грамотные специалисты, такие как Ротхук, там еще ряд специалистов, которые приедут на выставку в Энотранс, то, соответственно, сейчас, друзья, секундочку, у меня тут перископ завис. Еще плохо неуверенно работает, конечно, этот перископ, но хотел я отказаться от трансляции в перископе, но просили все-таки оставить, потому что не у всех есть возможность смотреть впрямую вебинары, а запись это все-таки несколько не то. Поэтому оставили мы с Алексеем эту форму перископа, но он периодически виснет, это, к сожалению, работает еще крайне неуверенно. Ну вот, друзья, это вот сейчас то, что вот как бы там навеяло, скажем, вот этой нашей с детства любимой песней о том, что сегодня мы с вами создаем будущего, что гости из будущего сегодня, наверное, это мы, и самый главный гость из будущего это Юницкий, который нам рассказывает, показывает, собирает единомышленников, мы движемся, создаем, и мы создаем сегодня не какое-то страшное будущее, а мы создаем комфортное, очень уютное для проживания людей, для проживания народов, для проживания стран, для развития, для всего. Мы сегодня работаем активнейшим образом с правительствами развивающихся стран, потому что им сегодня крайне необходимо развивать инфраструктуру. Поэтому у нас сегодня единомышленников больше в... Сейчас, друзья, секундочку. Единомышленников больше именно в таких странах, как Боливия, Танзания, Гвинея, Чили. И, ну, правда, работаем и с Канадой, и с правительством Канады, и с Америкой, там, с губернаторами рядом штатов. То есть это тоже, друзья, процессы. И в Израиле тоже есть понимание. Так что я могу сказать не только понимание о том, что новая инфраструктура нужна в развивающихся странах, есть понимание. Вот. Так что здесь как раз процесс идет самым-самым активным образом. И наша задача... Сейчас, приду... Секундочку. Так. Скажем. Так, все, запустил я так самый перископ заново. Вот. Поэтому сейчас что я хочу сделать, традиции еще одной ввести для нашего вот этих вебинаров, таких технико-экономических, что мы как раз все больше и больше как раз будем сейчас заглядывать несколько за горизонт вперед. Мы брали уже на себя такую определенную функцию показывать вам несколько возможностей технологии, и мы это будем сейчас проводить и делать. Вот. И, соответственно, вот эта практикующая футурология, чтобы вы представляли, делали, как это развивается и делается. И, соответственно, это очень такое интересное направление, потому что сами футурологи, пока нас, ну, скажем так, те, кто себя считают важными такими футурологами, они нас не признают, они полностью говорят, что такое практикующая футурология. Это как практикующий там астролог или практикующий маг такой. Нет, друзья, мы это как раз больше ставим уже на основу, именно сближаем футурологию, макроэкономический и технологический прогноз, и, соответственно, описываем и показываем, как ближайшее будущее сегодня нас ожидает. И то, что сегодня... Так, все-таки перископ еще крайне-крайне не это самое. Видите, как звонок идет, то, соответственно, тоже все прерывается. Так что отключить, отключить никак. То есть функции пока такие не позволяют. Ну, друзья, вопрос был, еще вот мне и в перископе задавали, и вообще фактически мы сейчас подошли к тому, что у нас очень... Ну, такую значительную часть времени, друзья, это просто будет занимать это вот комментарии, то, что происходит на полигоне вот за то время, в экотехнопарке. И второе, это вот за те события, которые произошли на этой неделе. Я, как вы помните, на прошлой неделе буквально днем смог выступить на вебинаре, вечером мы уже улетели в Сочи. Вот, соответственно, вернувшись в Сочи, буквально через день я улетел в Новосибирск, Алексей улетел в Киргизию, были очень важные встречи, очень важные работы там по приглашению мэрии Новосибирска. Сегодня запущена работа именно по формированию концепции города. То есть город, именно они так и назвали, город безграничных возможностей. У меня очень интересно, я тут потом... Будут репортажи, все, видите, мне даже... Далее, тут видно, наверное, благодарственное письмо. Вот, я уже... Тут видно, что Сибирякову Сергею... Самое благодарственное письмо за активное участие в организации проведения форума «Новосибирск. Город безграничных возможностей». Это, конечно, несколько смешно выглядит. Я уже там давно забыл, что такое получать грамоты или получать какие-то благодарственные письма. Но, тем не менее, как бы вот такая работа, которая была проведена, и там по оценкам всех, кто участвовал в этом форуме, кто смотрел в Перископе, все однозначно сделали вывод, что доклад, который мы делали там партнерами именно по Skyway с Невенченко Алексеем, с Андреем Поповым, вот, там потом участвовали наши ребята, ну, собирали наш актив, те, кто именно в проекте в Новосибирске. Вот, и однозначно потом, когда был круглый стол, на следующий день все сделали вывод и поблагодарили о том, что это был самый интересный доклад и самый содержательный и с точки зрения именно технической реализации. И это естественно абсолютно, потому что я им рассказывал, в общем-то, друзья, абсолютно такие элементарные вещи. Вот, они ставили вопрос, что надо сделать комфортно для инвалидов, и очень много обсуждалось, как, что делать, так сказать. Я им задаю вопрос, друзья, вот в 90-м году задача, вот, вот вы ставите задачу, надо, чтобы каждый инвалид или малоподвижный человек имел на себя телефон проводной, чтобы надо было позвонить, вызвать, если что, там, скорую, или вызвать, там, службы какие-то, и вот для этого вот надо поставить задачу, чтобы протянуть каждому такому человеку, соответственно, телефона. Что вы делаете? Составляете их список, где живут, начинаете эти, тянуть эти провода, релейные станции, там, и так далее, и так далее. Проходит 3-5 лет, и, соответственно, вы там сколько-то проводов протянули, но закончилась чем эта вся программа? Тем, что появились сотовые телефоны, и у каждого есть сотовый телефон. И задача уже стоит не протянуть какие-то провода, а просто дать сотовый телефон, чтобы человек этим пользовался. Вот все решение задачи. То же самое сегодня, вот ставили, я говорю, вопросов долго обсуждалось, что для слабослышащих людей, которые могут только читать, надо передачи с субтитрами, надо там еще, надо еще, так сказать, там тоже обсуждается, обсуждается, а сегодня эти все задачи решаются тем, что у человека есть планшет, есть интернет, он заходит, качает любой фильм, который идет с субтитрами, либо любую передачу, которая идет с субтитрами в онлайне. То есть вот, соответственно, решение всех проблем. Точно так же и сейчас мы можем бесконечно долго или бесконечно много обсуждать о возможностях в городе людей с ограниченной подвижностью, но как только придет Unibike, как только придет Skyway, этих вопросов просто не будет существовать, потому что человек в своем кресле будет перемещаться по всему миру без всяких границ. И это техническое решение этой проблемы. Мы говорим, что, друзья, давайте лучше мы все вместе сейчас сосредоточим на запуске Skyway, потому что Skyway решает все проблемы, которые вы ставите. Еще тысячу и одну проблем, которые, соответственно, как кажется на сегодняшний момент, нерешаемы. Вот, соответственно, подход и то, что сегодня будет делаться. И когда мы говорим о городе будущего, о городе бесконечных или там, как он называется, безграничных возможностей, то фактически это заключалось в том, что я им рассказывал, какие возможности будут у Skyway. И когда мы говорим, что человек, сидя в своем рабочем месте, в своем кресле, в своих тапочках, нажимает на кнопку и, соответственно, перемещается по городу, либо перемещается в другой город, либо перемещается в другую страну, либо перемещается в другой континент. Соответственно, если есть желание, он приехал в лес, там нет струны, значит, он может трансформироваться. Эта платформа может, юнибайковская, встать в джип, он может ехать уже как джип. Если он приезжает на море, значит, встается в платформу, он может плыть, плыть под парусом, плыть как глиссер. Если он приезжает в болото, значит, он становится вездеход на воздушной подушке, он может перемещаться. Если надо лететь, он подключается к платформе вертолета. Вот сейчас на базе нового вертолета есть К-126, в котором отстегивающаяся кабина пассажирская. Значит, наш юнибайт может подцепляться, как платформа и может перемещаться дальше. То есть это уже такой метамобиль или юнимобиль, то есть универсальное средство, которое делается на базе нашего юнибайка. То есть это все то же самое, ваше пространство, ваше кресло, ваш компьютер, аудиосистема, то есть это все, что есть. Но оно может обладать различными свойствами. И когда это начинаешь рассказывать, сначала не могут даже представить, поверить. Потом постепенно, когда начинаешь объяснять, делать, оказывается, что это вполне понятно и вполне реально. И сегодня по этому концепту идут уже очень многие уже мировые концерны, именно автомобильные. Сегодня сам Янг корейский заявил о том, что он делает джип, который будет конкурировать сегодня и BMW, и Mercedes, и Toyota, потому что он закладывает концепт мотор-колеса, то есть мотор-колеса в, соответственно, управляющую, просто очень комфортная платформа и универсальная кабина, которая именно делается очень технологичной на сегодняшний момент со всеми аудио, видео, компьютерной техникой. И все это проецируется на стекло, все это абсолютно нового поколения, соответственно, передвижное средство. И дальше, если необходимо, эту платформу можно переставить на то, что плавает, то, что летает, то, что ездит. Но самое главное, друзья, его можно подцеплять к струне, и он подцепляется к тележке, и поехал по струне, и тут не надо управлять. Это самое дешевое, самое технологичное решение. В этом плане мы четко утверждаем, показываем, что какие бы сегодня метаморфозы не были в сегодняшней сфере транспорта перемещения, вот, самое оптимальное и самое сегодня эффективное, именно эффективное с точки зрения затрат, это, конечно, струнные технологии, это Skyway, это Transnet. И это дальше как бы начнет развиваться, двигаться, при этом создаваться определенные условия. То есть нет же никаких противоречий с тем, что вы приезжаете по струне, допустим, куда-то в Красноярскую тайгу или что-то, а дальше вы можете на болотоходе или на вездеходе, или на снегоходе, соответственно, перемещаться дальше в горы или там куда-то, и потом, возвращаясь, опять на струне перемещаться. Это же никаких противоречий на этот предмет нет. А дальше, соответственно, Skyway может обеспечить вам в своем же лимбайке перемещение и со скоростью 140 км в час, если вы идете на своем ходу, либо если вы используете уже скоростные блоки, значит, можно перемещаться со скоростью 300-500 км в час, а со временем, когда Skyway выйдет к гиперскорости, то есть гиперскайвей, то есть это уже следующего поколения, Юницкий обозначил, что следующего, пятого поколения технологии, она уже будет обладать возможностями гиперскорости, то есть 1250 км в час. Соответственно, на юнибайке на этом же можно будет перемещаться уже в скоростных системах, уже со скоростью 1250 км в час, и это тоже, друзья, все трансформация того, что мы сегодня делаем. Поэтому сейчас я рассматриваю, что по поездке в Новосибирск будет полный такой развернутый отчет буквально, и видео, и фото, наверное, завтра, послезавтра с моим докладом на мэрии и с обсуждением. Вот, я думаю, что завтра, послезавтра этот репортаж и в чатах, и на наших ресурсах появится. Вот, а я просто вот коротко вам сейчас отчитался о том, что было проделано, как проделано. Значит, буквально через неделю у нас опять будет, ну, Алексей был на дежурстве в прошлой неделе, точнее, позапрошлой неделе в Ганновере, вот, соответственно, в этот раз ехать с немецкими партнерами надо будет мне, поэтому я поеду где-то 15 сентября в Ганновер встречаться с инвесторами с Германии, с Австрии, с Бельгии, вот, а оттуда уже 20-го числа уже в Берлин и на Трансе, соответственно, там тоже будет большая работа. Значит, что я со своей стороны обещаю, что будут все прямые репортажи с выставки из Ганновера, из Берлина, вот, мы с вами обязательно пройдемся по всем стендам, там будет очень-то, там будет 200 компаний, которые будут представлять свои новинки, то есть это и автомобили, и железная дорога, и вообще очень много, что Илон Маск там будет со своим хайперлупом, вот, соответственно, наши презентации. Я буду обязательно присутствовать на всех встречах, где будут там министры транспорта, это и Германия, и Бельгия, и Словакия, еще очень много делегаций, которые приедут, вот, соответственно, где будет возможность, будем все это снимать, презентовать будет Род Хук, вот, потом будет главная презентация для основных инвесторов и экспертов, вот, и 23-го у нас будет уже свой такой, как закрытый для Skyway офицер-клуб, вот, где как раз будет уже встреча такая, ну, больше неформальная с Родом Хуком, там будет Виктор Бабурин, соответственно, руководство Skyway Капитала, вот, Skyway Инвес Групп там тоже кто-то хоть и хочет подъехать, вот, поэтому это будет уже такая наша встреча, естественно, там, где возможность будет, обязательно будем тоже все это показывать в, соответственно, в Перископе. Так, я тогда сейчас давайте передам слово Алексею, он расскажет свой взгляд, как всегда, на то, что происходит, расскажет о поездке в Германию, о поездке в Киргизию, вот, тоже о ближайших планах, ну, и потом в конце я, как всегда, друзья, там, 10-15 минут сделаю обобщающую, завершающую такую часть, что нас ожидает в ближайшее время, и на чем нам надо сейчас максимально сконцентрироваться с точки зрения уже тех темпов работы, которые мы набрали для того, чтобы именно четко продемонстрировать и показать те обязательства, которые мы на себя взяли, это сентябрь. Собственно, по Германии я рассказывал на прошлых вебинарах, то есть тот, кто не смотрел, тот, кто, может быть, в первый раз присутствует, то есть замечательный повод подписаться на канал вебинаров Skyway, найти там вебинар, соответственно, от среды прошлой, его проводил я один, то есть Сергей Анатольевич как раз был в отъезде, а я сегодня расскажу по поводу своей поездки в Кыргызстан, Республика Кыргызстан. Это моя вторая поездка, собственно, первый раз от Skyway я ездил также в августе, но прошлого года, и многое поменялось на самом деле, то есть поменялось отношение властей, поменялась манера разговора, и я могу сказать, что сейчас потихоньку, естественно, потихоньку, не со скоростью света, как это хотелось бы, выходим на конкретику. Первое общение, дорогу, так скажем, прокладывал, опоры устанавливал, я уже монтирую опоры, и поедет струнный подвижной состав, это когда мы синицируем уже адресный проект, соответственно. Опоры монтировал Алексей Васильев, то есть очень все прошло удачно, и пообщался и с мэром города Ож, но сейчас мы перешли на общение замгубернатора, то есть замгубернатора, ныне действующий, соответственно, это Баиш Исупович Юсупов, и скоро вы также увидите интервью, и, собственно, этот ролик общения замгубернатора очень сильно порадовала реакция на Skyway и на наш приезд, то есть ощущается задача, ощущается желание реализовывать проект, ну и, естественно, все упирается также и в финансирование, ну и когда мы говорим, что у нас налажена система частного финансирования, то есть многие инвесторы интересуются нашим проектом, то я могу сказать, что как раз-таки чувствуется и читается улыбка и в глазах, и вообще вот как бы настроение повышает сразу замгубернатора. То есть в начале была встреча непосредственно в его кабинете, и причем я могу сказать, дорогие друзья, достаточно неожиданно для меня, то есть я думал, что будет встреча со средними инвесторами, с лидерами, далее будет конференция и, собственно, без предупреждения, ну, так скажем, уже, наверное, доходим до той стадии, что разбуди активистов ночью, кто продвигает Skyway, и все расскажут о Skyway, все доводы, факты, аргументы за приведут. И я могу сказать, что интересен такой момент на презентации непосредственно, на которой присутствовали в том числе и представители Ожского технологического университета, это высшее учебное заведение, то есть ректор, декан, профессора именно по транспортному направлению, то есть автомобилестроение, железнодорожное строение, железнодорожный транспорт, все эти люди присутствовали и внимательно слушали, естественно, наблюдал за реакцией в ходе своей презентации, могу сказать, что очень внимательно слушали. Я ожидал, что после презентации будет задано мне много технических вопросов, и, собственно, придется на них отвечать, но что меня поразило, что технических вопросов как таковых не было, потому что в ходе презентации, естественно, я постарался все осветить и избежать каких-либо таких вот глубоких технических вопросов, естественно, на них можно было ответить, но вопросов не возникло. Возник единственный вопрос, то есть вот в описании уже поездки, которая выйдет в новостях, я создам такую маленькую интригу, чтобы эту новость обязательно коллеги прочитали, те, кто только присоединяется к нашему проекту, и, собственно, там это будет описано. Вы видите слева на то, как внимательно следит за ходом презентации, соответственно, замгубернатора города ОШ, и более того, я могу сказать, в том числе в ходе общения с ректором, с деканом, ректор ушел уже после замгубернатора, то есть замгубернатор вообще задержался на большое количество времени, то есть презентация продолжалась минут 45, и потом извинился, что ему нужно идти на следующее совещание, собственно, боится опоздать, и в буквальном смысле до самого победного досидел, и сейчас мы будем выходить, я думаю, на конкретное подписание соглашения, как мы это сделали, в том числе вот при поездке в Братиславу, и следующая поездка, следующая конференция, на которой, возможно, я буду присутствовать, возможно, нет, то есть все зависит от графика. Одновременно мы пока в двух местах не научились находиться, но точно будет присутствовать Сергей Анатольевич Собиряков, и если текущая конференция была, соответственно, на 338 человек, то я могу сказать, что следующая конференция будет на 600, на 700 человек минимум. И это радует, дорогие друзья, то, что наши киргизские коллеги развивают не только инвест-проводящую систему, но уже выстраивают и систему адресных проектов, то есть что касается адресных проектов, я могу сказать, дорогие друзья, что у меня также родилось мнение и предположение, я донес его коллегам, так как обычный телевизор не смотрю, и смотрю его только в поездках, когда, ну, собственно, передо мной находится телевидение, я прошу всегда переключить на новости. Так вот, я там услышал очередную новость по поводу разбирательств с приграничными территориями, то есть граничит с Кыргызстаном, соответственно, два государства, один из руководителей, которых вот в недавнем времени, к сожалению, скончался, это Узбекистан и Таджикистан. И как раз-таки струнное интеллектуальное ограждение также будет интересным очень к рассмотрению. коллеги с Кыргызстана имеют связи, имеют выходы на руководители погранвойск и так далее. То есть будем также в этом направлении двигаться. Ну и, естественно, старенький такой проект, но очень важный и очень стратегически важный, я бы сказал, для Кыргызстана, это дорога от Бишкека до Иссыкуля и также от Бишкека до Ош, так как это две северные столицы, две разные столицы, точнее, одна северная, другая южная. И на сегодняшний момент там перемещаются либо на автомобиле, то есть это, соответственно, 4-5 часов, либо на самолете. И стоимость проезда достигает более 2000 Ош, то есть более 2000 рублей. И если заменить, соответственно, этот маршрут на нашу струнную путевую структуру с нашим подвижным составом, то это будет теоретически более окупаемо. И это ускорит приток и вообще вот мобильность населения из северной в южную столицу и обратно. Потому что, действительно, я побывал в двух городах, абсолютно разные города. Но, собственно, как, допустим, стерли границы и стерли все рамки гигаполис, когда вот в Китае на ранних вебинарах мы рассказывали, три провинции он соединил. И, собственно, действительно, у человека, если вот из нашего Сергея Анатольевича направления говорить про текущую футурологию, очень сильно меняется вообще социальная составляющая. И с приходом Skyway любой может стать каждым. То есть, соответственно, если сегодня вынуждены многие люди добираться из одного города, тратить часы, то понадобятся десятки минут, когда это были часы, и понадобятся часы, когда это были 4-5 часов до достижения места работы, так скажем. И если говорить про остальных работников, которые интересовались, и также встречи были подготовлены, я могу сказать, дорогие друзья, что у меня была одна из самых необычных встреч по Skyway. То есть, у начальника налоговой службы я рассказывал про возможности инвестирования, именно про бизнес-возможности крупных средних инвестиций, про потенциал адресных проектов, про экономический потенциал, про примерные прогнозы, которые я непосредственно вижу при развитии технологии Skyway и развитии сети Transnet. Ну, я думаю, что по фото также понятно, как это достаточно взрослые, зрелые мужчины, владельцы своих бизнесов, слушали про технологию, слушали про, опять же, предположительные прогнозы, слушали на сравнении. Я очень люблю приводить вот сейчас прогноз будущей капитализации по примеру экономического потенциала интернет-вещей, о чем, собственно, ассоциация, полупродниковая ассоциация, в которую BM, Dell входят и так далее. И также McKinsey высказали, что в ближайшие 3-4 года на 35 триллионов еще ожидается увеличение экономического потенциала. Но, соответственно, у нас в Skyway еще быстрее будет развиваться этот весь процесс. И, приводя достаточно серьезную аргументацию, естественно, хочется пересмотреть такие выступления и самого себя переслушать, то есть отметить и совершить работу над ошибками. Но в Перископе, к сожалению, я не мог выходить, потому что в республике Кыргызстан, когда я приехал, у меня резко прекратила работать мобильная связь, и смс с запозданиями доходили. Ну и что говорить про мобильный интернет? То есть приход Skyway в республику Кыргызстан сформирует новый образ жизни, сформирует приход интернета, телекоммуникации в те регионы, где этого сейчас нет. И поднимаясь на Сулейман-гору, один из тот же адресных проектов Алексей Васильев отметил при своей поездке в интервью. У нас, к сожалению, интервью не удалось, так как представители телевидения были на отдыхе, также вот из Сыкуль, последние солнечные деньки, соответственно, ловили. И все же я доволен поездкой, крайне, потому что заложены первые раски такие, не первые, но следующие серьезные раски по развитию адресных проектов, произошли серьезные неожиданные встречи. Уже ощущается приток инвестиций, то есть уже люди стали интересоваться, как инвестировать в технологию Skyway. Ну и, собственно, вот уже на второй день также была интересна очень встреча с одним из директоров заводов. Опять же, я понял, что это директор завода, когда на обеде спросил, чем он занимается. И мы разговорились, так же вот как мы с Франтисиком Соларом, который сейчас возглавляет направление в Словакии и также имеет свою металлургическую базу, металлургическую производственную площадку, то я могу сказать, дорогие друзья, что так же в Кыргызстане есть подобные производственные площадки, которые будут готовы при необходимости, при соблюдении технических параметров, требований и стандартов, производить и выпускать промежуточные опоры. Ну и, собственно, если говорить уже непосредственно про конференцию, то отметил для себя такой нюанс Сергей Анатольевич, хотел бы предупредить, что нужно говорить максимально размеренно и медленно, так как многие представители Республики Кыргызстан не понимают быстро по-русски. Но опять же, результат основной проведения конференции это дальнейшие фактически сиюминутные моментальные инвестиции, что и началось в понедельник. В зале, повторюсь, присутствовало более 300 людей, то есть 338 человек. Зал рассчитан, я думаю, на 600-650 человек. В следующий раз мы обязательно его заполним. То есть это такой советский кинотеатр, но когда говоришь о Skyway, неважно, где ты о нем говоришь. То есть люди погружаются в этот футуристичный мир самого ближайшего будущего и, собственно, интересуются буквально на одном дыхании, на одно мгновение проходит вся конференция. Также я посетил, дорогие друзья, два офиса. То есть это офис Skyway Исмана. Это один из активистов. Кстати, в прошлом один из начальников ГАИ. И сейчас этот человек, проездивший и отвечающий за правила дорожного движения, много лет занимается продвижением уже инновационного транспорта второго уровня. И занимается как раз-таки инициацией, в том числе адресных проектов. То есть два офиса работают в городе Ож, в центре и на окраине, недалеко с границей с Узбекистаном. И я могу сказать, что работа выстроена очень профессионально. Мы сейчас с Сергеем Анатольевичем будем, соответственно, максимально принимать участие и проводить такие промежуточные встречи с лидерами и отвечать на все вопросы, двигать, продвигаться медленно, либо быстро, как это получится. Естественно, ребенка менее чем за 9 месяцев не родить по адресным проектам. И, соответственно, как фразу эту я не выучил пока что, то есть строй Skyway, спасай Кыргызстан. Когда я на конференции это сказал, естественно, начали все аплодировать, потом подходили, спрашивали, когда в следующий раз приедут представители головной компании, представители Skyway Capital. И я сказал, что, друзья, это только начало для вас. Самое интересное начнется, когда вы на уровне представления игр кочевников. То есть, опять же, я люблю исчитывать быструю информацию с телевидения, выделять и очленять главное. Проходит интересное событие, масштабное. Представлены будут более 50 стран, игры кочевников. Так вот, адресный проект национального масштаба, в том числе это может стать кольцевая дорога вокруг Сулейман-горы, может занять интерес. И, соответственно, и инвестиции также будут привлечены, так как спонсорская поддержка есть у игр кочевников. Не хуже, чем у этого международного события. Поэтому могу сказать одно. Строим Skyway, спасаем Кыргызстан и, собственно, дадим дорогу в мир Транснету в республике Кыргызстан. Это уже без сомнений. То есть, с адресными проектами, либо без. Но проект будет развиваться достаточно мощно в ближайшие месяцы. И также расстроились, конечно, представители, что из-за большой волокиты с визами не смогут попасть на инотранс. Но, соответственно, ожидает с нетерпением следующей поездки в Минск, в Минскую область, город Марино-Горка, чтобы увидеть, каким сейчас предстает уже перед нашим взором Экотехнопарк. Ну, вот такой вот кратственный отчет, дорогие друзья. Действительно, каждая поездка, она уже ознаменовывается множеством серьезных встреч. И что радует, партнеры действительно очень серьезно на высоком уровне готовятся. Чего? Всем, кто будет поорганизовывать конференции от Skyway Capital, либо головной компании, либо каких-то других инвестпроводящих систем, совмещайте комплексное, как вот комплексное освоение территории осуществляет Skyway, совершайте комплексное выстраивание работы. То есть, это общение с серьезными государственными лицами, это инициация адресного проекта, это, соответственно, общение с потенциальными средними и крупными инвесторами, это проведение конференций, и тогда спикер, естественно, будет на вечер, как выжатый лимон, но и результаты также будут видны уже в понедельник, если конференция проходит на выходных. Собственно, вот такой вот небольшой, краткий отчет. Сергей Анатольевич, вам слово. Продолжаем. Я тут пока слушал, у меня трансляция в Перископе не прекращалась, вот, так что это тоже определенная такая специфика, что получается, что Перископ, он как бы как из-за кулис немножко, что начинает вещать Алексей, но я сразу попросил прощения в Перископе, потому что я стараюсь Алексея всегда слушать, поэтому я говорю, лучше это я одним ухом все-таки буду слушать то, что он говорит, тем более, что сегодня все отметили, вот, те, кто смотрел трансляцию, как Алексей проводил, там вот вебинар последний, что за вот этот год насколько изменилось и качество вебинаров там у нас с Алексеем, там, вот, Алексей насколько стал в другом вести. Здесь я могу сказать, если еще год назад, вот, я там несколько, когда он один ехал куда-то проводить, там, вот, в Новосибирске он проводил, ездил в один конференцию или в Киргизии, вот, были вопросы, то сегодня я могу сказать, что даже определенные вопросы, когда мне надо, чтобы на чем-то усилить, я знаю, что Алексей решит эти вопросы даже лучше, чем я. Вот, и это, конечно, очень радует, потому что, когда растет такая талантливая молодежь, когда там, а сегодня, я могу сказать, что практически в каждом регионе подбираются ребята, вот, которые работают, которые там в проекте у нас, вот, такая команда вот очень активнее, активнее начинает работать и как раз сейчас в преддверии вот этого нового старта этапа, когда надо будет продвигать и запускать адресные проекты, конечно, вот такие высокопрофессиональные команды, они будут крайне-крайне востребованы, ну и как раз вот мы сейчас ищем таких людей, вот, они постоянно на нас выходят, мы общаемся, вот, формируются, и вот я могу сказать, что в каждом регионе сейчас вот такая, такая формируется уже непосредственно команда, на которую мы будем опираться потом по запуску адресных проектов. Это касается не только России и каждого региона, это сейчас идет и по многим другим странам мира, тут вот задавали вопрос, можете летать в список сейчас стран или городов, где ведется, но я могу сказать, друзья, если я сейчас начну перечислять, то это уже, ну, наверное, как минимум, наверное, 40 будет названий, а может быть, даже и больше, но, чтобы вы понимали, это, друзья, все предварительная работа, это на уровне постановки задач, это отработки взаимоотношений с партнерами, с местными властями, с губернаторами, мэрами, где-то президентами, и эта работа, она, как вы понимаете, она не делается один день, поэтому мы вот, как в Самаре тоже задают вопрос, как вот мы в Самаре отработали очень много, и я встречался не раз с мэром, и наши представители, но тем не менее, мы уже три раза выходили на подписание соглашения именно о запуске проектов, каждый раз это что-то откладывалось, теперь вот решается вопрос о поездке, недавно послали приглашение мэра, чтобы он приехал в Берлин, Эко-Технопарк, потом на запуск, это самое, не щелкайте ручкой рядом с микрофоном, уши, хорошо, так, тут технические нюансы идут, друзья, специфики по это самое, вот, поэтому мы сейчас такой список, естественно, формировать не будем, так, наверное, пока результаты интересны, в каких странах вас, нас уже хотя бы слышат, но, друзья, давайте так, слышат, наверное, практически везде уже, потому что у нас в 85 странах мира сегодня есть наши партнеры, акционеры, вот, поэтому на сегодняшний момент, ну, скажем так, как минимум в 40 странах сегодня это люди, которые активно уже рассказывают, показывают, есть такие страны, но мы это уже не раз произносили, там, как Танзания, куда уже ездили представители, там, Бабурин ездил, там, есть ведется, где переговоры уже на уровне первых, вторых лиц, где ведутся наши партнеры, вот, это тоже очень большой перечень стран, поэтому сейчас мы, ну, там, периодически их называем, то есть это все страны, где основные наши проекты запускаются, но, друзья, так как речь идет уже о конкретных проектах, то это уже бизнес все-таки, это уже постановка и запуск конкретных компаний, и естественно, что о них мы уже будем говорить в том плане, когда они будут проработаны и запущены, вот, сегодня пока мы можем так открыто и четко говорить о том, что делает Рудхук в Австралии, потому что работает управляющая компания, уже он проводит переговоры, провел на, на различных, и сейчас уже идет запуск и готовится финансирование уже конкретных объектов, это, друзья, вот то, что, ну, опять же, мы это все делаем и комментируем уже только после того, как это делает Рудхук, вот, это вот постановка задач, все остальные проекты пока я могу где-то приоткрывать, говорить, что вот мы ведем работу там в Израиле, мы ведем работу в Неваде, в Америке, мы ведем работу там в Латинской Америке, там в Боливии, это пока только то, что прорабатывается и делается, вот, опять же, не говорить об этом смысла нет никого, потому что это действительно делается, но при этом сейчас говорить, это чтобы не было никакой иллюзии, что вот сейчас готовится поездка Виктора Бабурина в Боливию, то есть по приглашению, то есть приезжал, два раза приезжал у нас советник президента и сейчас готовится поездка по конкретным проектам. Это сам факт существует, мы об этом говорим, но представляете, какое количество факторов и какое всего для того, чтобы это стало реальным и стало каким-то практическим результатом. Поэтому больше сейчас, друзья, мы акцентируем на то, что это как фоном, эта работа идет, она проходит, то есть если ее, опять же, скрывать от вас, это не совсем правильно. То есть, ну да, съездили, вот Виктор, съездил в Танзанию, встретился с руководством страны, встретился с мэром, с министрами, договорились, так сказать, это вроде, дальше вот задают вопрос, а где деньги, а где заказы, а где это, сам понимаете, это уже подход, ну скажем так, более с точки зрения практического результата. И вот буквально там две недели назад пришло подтверждение о том, что мэр Танзании готов рассматривать именно в стратегии развития города технологию Skyway. Вот он, друзья, основной результат. И еще пройдет ни одна и ни две итерации, пока мы выйдем на конкретные заказы, проектировки и так далее. Так же, как в свое время Виктор с Юницким, они ездили в Колумбию, встречались тоже с руководством, рассматривали проекты, это по приглашению Организации Объединенных Наций и там нашего очень хорошего тоже друга и партнера, это Хаушан, такая интереснейшая дама, вот она приезжала и в Россию, и в КБ, вот, и тоже, она очень интересная китаянка, хотя бы тем, что это внучка последнего императора Китая. И это личный друг Юницкого, она очень давно продвигает этот проект, и вот она организовала эту поездку до этого там в Арабские Эмираты, вот сейчас в Колумбию, но это, друзья, не то, что мы сейчас должны понимать о том, что с Колумбией завтра придет заказ, но эта работа крайне необходима, потому что мы набираем сейчас критическую массу, именно набираем такие проекты, набираем информацию и дальше, когда процесс пойдет и начнет демонстрироваться, то эти все заказы, это все придет разом, это насчет активного развития и дальше эти проекты должны быть уже проработать, они должны уже иметь конкретные очертания, они должны иметь уже партнеров, тогда они будут быстро двигаться, Поэтому сейчас, к сожалению, идет очень много работы, которой кажется, что это время разбрасывать камни, поэтому сегодня мы работаем больше на то, чтобы подготовить именно всю эту работу в дальнейшем. Вот, тут все октябрь... Да, друзья, конечно, что очень многие сейчас ждут сентября первое, потому что сентябрь это в основном для специалистов, которые задают вопросом, есть технологии, нет технологии, и здесь как раз можно однозначно сказать, что в сентябре весь экспертный мир скажет, технологии есть, потому что ни у кого не повернется язык сказать, что ее нет. Вот, это первое. И второй вопрос, это уже начало полевых испытаний. Ну, понимаете, для специалистов полевые испытания это уже вторичные, то есть любой специалист, который увидел грамотно сконструированный самолет, он понимает, что он сразу видит его ноу-хау, он сразу видит его отличия, все, а дальше испытания только подтверждают то, что утверждает и декларирует инженер, который его создает, конструктор и технологии. Вот, поэтому для большинства экспертов октябрь уже будет как вторичный. Октябрь это будет больше для тех, кто уже вот ему надо, пока не увидел, что поехал, она вроде как не едет. Вот, поэтому в октябре просто все увидят уже начало ходовых испытаний, что ездит, ферма натянута, струна работает и машины, соответственно, второго уровня выполняют работу. Вот, соответственно, октябрь. Поэтому, друзья, опять же, октябрь и начало демонстрации это первая стартовая точка, это начало работы экотехнопарка, начало, то есть когда он начнет демонстрировать. Вот, а соответственно, окончание этой работы, я уже об этом говорил, это направление иметь не будет, оно как минимум на ближайшие 100 лет будет совершенствовать, показывать новую технологию. То есть оно будет постоянно увеличиваться по скорости, то есть сначала будут небольшие скорости, там 10-15 километров для испытания, потом уже будут ходовые скорости, там 100-150 километров в час, потом выйдет 200-300-400-500, вот, потом со временем, потом перейдет уже 800-1000-1200. Но это, друзья, конечно, время, это новый, скажем так, этап развития технологии, это как интернет. Сначала низкоскоростной интернет, проводной, потом мобильный, потом уже высокоскоростной, потом выделенные линии оптикового окна. При этом по такой же логике будет развиваться транснет, что сначала эти линии, которые можно будет использовать комбинированно, потом специализированные, выделенные, под юнибайки, под воздушное метро. Потом начнется уже комбинированное, где будет высокоскоростная и низкоскоростная, потом будет подсоединяться уже гиперскорость, вот, для этого нужны, естественно, уже специальные каналы для вакуума, то есть это фар-вакуум, то есть там, где будет низкоразряженное пространство, как самолет, который пройдет на высоте где-то 5-10 километров. Соответственно, это вот, это тоже все будет развиваться также по грузоподъемности, то есть сначала будут делаться трассы, которые будут обладать небольшой грузоперевоз, потом постепенно увеличиваться, потом будут показывать системы, которые будут 50 миллионов, 100 миллионов, 200 миллионов тонн, соответственно, сыпучих грузов, которые будут делать разными пролетами по перевозке. Потом, соответственно, в разных грунтах, то есть это обычные грунты, мягкие, болотистые, вечная мерзлота, скальный грунт, это все, друзья, как раз демонстрация технологий, которая постепенно будет совершенствоваться и постепенно будет делать. Ну вот, друзья, значит, давайте все, что мы хотели вам рассказать на сегодняшний момент, это и отчет о проделанной работе, и о том, что нас ожидает. Естественно, друзья, мы особенно сейчас акцентируем внимание, что конец месяца, вот, у нас рассрочки, мы очень просим ответственно подходить к тем, что участвуют в этих программах, потому что это для проекта крайне важно сейчас, крайне важно, чтобы, соответственно, не прекращались и не снижались объем платежей и прихода новых инвесторов. Для нас, друзья, очень важно сейчас это то, чтобы не скапливались деньги и на бонусных счетах, то, что сегодня получается, чтобы вы сразу же это пускали в дальнейшую работу. Естественно, что мы рекомендуем и просим вас о том, чтобы это уходило на пакеты и запуск новых программ по приобретению пакета акций, это тоже очень важно, потому что это сегодня для нас очень серьезная подпитка. Вот, и расходы, которые сегодня несет именно проект, связанный с подготовкой демонстрации в Берлине, потом начало демонстрации в октябре, а потом ряд уже таких общих, ну, таких очень серьезных демонстрационных моментов, это тоже очень большая, ну, скажем так, и статья затрат и ответственность. Поэтому здесь, так как мы сегодня уже все понимаем и мы работаем, что мы в партнерских, скажем так, очень тесных сегодня взаимоотношениях, о том, что мы с вами ориентированы и завязаны только на один результат. Вот, здесь мы, друзья, как на подводной лодке, у нас либо получается у всех вместе, либо не получается у всех вместе, поэтому здесь другого варианта быть не может. Но здесь четко можно констатировать и понимать, что когда такое количество активных, талантливых людей направлено на один результат, то другого вопроса, кроме как, скажем так, общая победа, у нас, друзья, быть просто не может. Это, ну, во всяком случае, я думаю, что такой вариант просто даже обсуждать не это самое, не реально. Так, сейчас, перископ опять в очередной раз подвис. Вот, поэтому на сегодняшний момент, что еще, я уже такой последний штрих к тому, что вот этим конференциям, которые сейчас проходят, очень много у меня общения идет с людьми после конференции, и так вопросы называют, что, конечно, вещание и общение на вебинарах, на телемостах, то, что мы сейчас даже в скайпе с кем персонально общаюсь, и общение, которое идет вот так вот в живую залом, это, конечно, абсолютно разные вещи. Вот, поэтому мы сейчас очень активизируем работу именно потому, чтобы проводить уже крупные конференции, там, на 800 человек, на 1000 человек. Потому что эффективность от этой работы будет намного выше, вот, потому что, по сути дела, выступать перед аудиторией, там, 50 человек или 500 человек, разницы никакой нет. А по эффектности, эффективности работы, которая после этого идет, конечно, она намного выше. Поэтому мы сейчас будем именно концентрироваться на тех направлениях, где собираются сегодня большие аудитории, где много наших сторонников, и я, конечно, буду в основном ездить и встречаться с теми, ну, там, партнерами, акционерами, где очень большая активность. Ну, на сегодняшний момент у нас практически каждый месяц я езжу в Германию, в Ганновер, потому что там уже подключились, работают очень активные лидеры и структуры. У нас очень активно работает Братислава, это Словатия, Чехия, Польша, то есть тоже практически каждый месяц там будут. Ну, еще наших городов, это вот Екатеринбург, Челябинск, соответственно, Киргизия. Так, тут меня спрашивают, в Англию когда? Ну, в Англию, друзья, пока, честно говоря, даже не планировал, поэтому сказать, когда в Англию, наверное, пока не могу. Пока, скажем так, не собираемся. Вот. Вот, поэтому, друзья, очень серьезно вас благодарю за тот, кто сейчас в проекте, кто понимает, кто инвестирует сам и привлекает людей, потому что благодаря этому проект развивается. Вот, это объединяет сегодня нас, и объединять это сегодня наша работа. Мы сегодня работаем над тем, чтобы спасать не только себя лично, но и спасаем планету. Все больше и больше количества людей сегодня присоединяется к проекту, и строй Skyway, спасай планету, сегодня становится все более и более таким востребованным сегодня именно и лозунгом, и девизом, и активным действием для, соответственно, многих людей. Вот, поэтому, друзья, давайте, что от нас еще делать или от нас ждать? Мы с вами делаем, и уже за эти три года, 16 октября у нас будет годовщина запуска проекта, именно три года, когда мы в таком качестве сегодня предстали и работаем. Можно четко сегодня сказать, и тут какие бы умники мне это не утверждали, я всегда просто с улыбкой на это смотрю, что за эти три года мы сделали невозможное. Вот, мы собрали единомышленников, мы создали краудинвестинговую, инвестпроводящую систему, мы зафинансировали сегодня создание первых образцов экотехнопарка, и мы мировой общественности сейчас демонстрируем новый концепт развития транспортной индустрии на ближайшие 100 лет. Мы, друзья, с вами уже это сделали, и кто бы это ни говорил, сейчас это уже факт медицинский, факт совершившийся. Дальше мы это начнем развивать, делать, совершенствовать, это, друзья, активная работа, дальше мы ожидаем закрытия краудинвестинга с точки зрения финансирования именно бенчурной системы, но здесь мы можем сказать, друзья, мы просто перейдем на новый этап. Мы тоже уже с вами обсуждали и обозначали эту работу, что будет создан наш уже с вами профессиональный венчурный фонд, инвестиционный фонд, где мы вас будем уже привлекать и звать как инвесторов, и будем задавать вопрос, что, друзья, вы заработали очень серьезные деньги на венчурном проекте Skyway, благодаря инженерной школе Анатолия Юницкого, который вывел одну из технологий. Таких технологий в инженерных решениях у Юницкого несколько, и мы дальше будем выводить следующие, следующие, следующие технологии и, соответственно, предлагать вам те пакеты, которые вы создали, инвестиционные пакеты на венчурной стадии Skyway, инвестировать в следующие проекты. И я думаю, что мы будем обладать абсолютно полным правом предлагать вам, что если вы с нами заработали определенные деньги и наш проект развивается, то когда мы вас зовем в следующие научные инвестиционные венчурные проекты шестого технологического уклада, то, естественно, мы отвечаем за то, что эти проекты будут не менее эффективны, чем проект Skyway. Естественно, я думаю, что наша работа именно с точки зрения краудинвестинга и запуска венчурных проектов, она еще будет на долгие-долгие годы и будет еще крайне серьезно эффективной. Здесь, я думаю, что ни у кого сомнений после того, как заработает Skyway, уже никаких не будет. Поэтому здесь у нас четко с вами, знаете, как можно говорить, портфолио будет. То есть, когда мы запустили невозможный, казалось бы, проект Skyway, то уж остальные проекты, связанные со SkyTech технологиями, с именно научными разработками технологической школы, школы инженера Юницкого, я думаю, мы с вами еще и найдем, и сделаем, и запустим, и профинансируем. Поэтому те, кто говорит, что вот сейчас пройдет, дальше закроется и ничего интересного нет, друзья, это просто провокация, вот я могу сказать, что будет дальше не менее интересно, чем сегодня мы работаем в проекте Skyway. Поэтому я могу сказать, что Skyway это надолго и Skyway это очень серьезно. Поэтому будьте с нами, работаем, как Михаил Кириченко говорит, подписывайтесь на наш канал, вы будете всегда в курсе всех новостей. Строй Skyway, спасай планету. Все, друзья, до вечера кто будет с нами, вечером мы с вами, соответственно, так, так, а вечером мы с вами работаем уже в режиме традиционной, 19 для новичков, вводная часть азбука Skyway 20, традиционной технико-экономической орбинар. Все, друзья, до новых встреч. Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости Skyway, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Сегодня у нас необычный репортаж. Помимо всяких технических новшеств, у нас есть и свершения, которые достигаются, совершаются каждый день поклонниками нашего проекта, нашими сторонниками. Ибо то, что мы делаем, вдохновляет людей на великие свершения. Вот сегодня мы поговорим с хрупкой и красивой девушкой из города Челябинска. Мы все знаем, что мужчины там настолько суровы, но девушки там очень красивые. И даже имя у нее соответствующее Гузель. Более того, именно это послужило тем основанием, что интервью письменное было заменено на видео. Итак, позвольте представить вам Гузель Магасумова, сотрудница компании Skyway в городе Челябинске. Добрый день, Гузель. Да, Михаил, здравствуйте. Ну, я уже вкратце о вас рассказал и о том, что вы совершили что-то такое интересное. Может быть, вы в подробностях поведаете нам о том, что же вы такого сделали, будучи вдохновленной тем проектом, которому вы верно служите. Вот уже какое-то достаточно долгое, насколько я знаю, время. В конце июля этого года ко мне поступило предложение подняться на Эльброс. Так вот, просто взять и подняться? Да, то есть предложили, а не хочешь ли ты съездить на Эльброс. И первая мысль, которая у меня возникла после того, как это озвучили, а первая мысль, в моем понимании, она идет от сердца, она истинная. И она самая правильная. Да, что было бы очень здорово и очень символично подняться сюда с флагом Skyway. Соответственно, установить на одной из синих вершин флаг Skyway. Собственно, 12 августа я это и сделала. Поздравляем вас. Очень приятно, что у нас такие работники. Но вы же не просто сотрудница. Вы, наверное, пришли как инвестор. Что-то вас вдохновляло, что-то вас двинуло на свершение того, чем вы сейчас занимаетесь. Да, я являюсь инвестором проекта. У меня есть своя команда, то есть своя структура. Мы помимо этого развиваем проект. Вы знаете, если честно, меня многие спрашивают, а вот тебе-то Skyway зачем? Не хочу показаться фанатиком, но, если честно, я засыпаю и просыпаюсь. Вдохновленная вот этой идеей. И я думаю, не будет громко звучать, если я скажу, что Skyway лично меня делает лучше каждый день. Мы не сомневаемся в этом. И желаем вам дальнейших свершений на пути к вашей цели. Как вы видите? Как?